Продюсерская компания Аквавита и развлекательный комплекс Golden Palace представляют. Добрый вечер, дорогие любители путешествий, дальних дорог и безумных приключений. Вместе с вами снова большое автомобильное путешествие. Давайте вспомним последний розыгр. В Golden Palace собрались четыре пары претендентов на путешествие в один из городов Подмосковья. По условиям игры участники получили цветные чипы, а затем моя помощница распределила на игровом поле конверты с указанием городов. Никто еще не знал место назначения. Потом все сделали ставки. И, наконец, очаровательная Ксения начала наш розыгрыш. Участники очень волновались еще бы. Большое автомобильное путешествие – это так увлекательно. Выпавший номер определил счастливых победителей и один из конвертов. В розыгрыше победили Марина и Александр Илюзко. В утро старта наши герои пришли на Васильевский спуск и отправились в путь. По дороге посетили Зачатьевский храм в Чехове. Видели несколько чудотворных икон. Побродили полей любви в музее-заповеднике Чехова. Посидели за столом великого писателя. И продолжили путешествие по замечательным уголкам Московии. Заработав при этом 55 очков. Село Новый Быт. Здесь находится мужской монастырь Вознесенская Свято-Давидова пустынь. Эта колокольня была построена в 1845 году. И разливался с нее по окрестностям малиновый звон колокола в 700 пудов веса. До недавнего времени монастырь находился в запустении. А с 1996 года с Божьей помощью началось его возрождение усилиями настоятеля отца Германа, шести монахов и нескольких послушников. Как рассказал нам иеродиакон Серафим, монастырь образовался в 1515 году. Мы посетили Никольский собор, где хранятся многие святыни православного мира, частицы гвоздя от распятия Господня, мощи многих святых и в частности преподобного Давида Сепаховского, обретенной в 1997 году по благословению митрополита Ювеналия. Почти в память православных святых мы поехали дальше. Из монастыря мы отправились к святому источнику, куда стекаются паломники со всей России. Погода была чудесной, и впереди было столько интересного. Мы наслаждались пейзажами Подмосковья. И, как обычно, наших путешественников сопровождала съемочная группа на микроавтобусе компании Автолайн. Наши путешественники, а вслед за ними и съемочная группа в полном составе, направились в Талиш. Господь сказал, «А кто будет пить воду, которую аз дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую аз дам ему, сделает в нем источник воды, текущей в жизнь вечной». Эти слова, Евангелие от Иоанна Богослова, начертаны на камне, установленном перед святым источником в Таллиже. Источник этот – древнее место молитвенного поклонения на Руси. В водах его принимали святое крещение, наши благочестивые предки. Да не иссякнет память о них, как не иссякает вода этого источника. Совсем недавно место это осветили во имя преподобного Давида, благоустроили и, как в стародавние времена, возобновили здесь таинство крещения. А еще построили храм, звонницу и купальню. Сейчас это подворье свято-давидового монастыря. Лучшие мастера великолепно расписали эту небольшую церковь. А благочестивые прихожане пожертвовали немалые суммы на убранство храма. Это место было освящено, пустое место еще, на котором сейчас стоит храм, освящено было в 96-м году, в мае месяце. И вот за два года Божьей помощью, молитвами преподобного и помощью, конечно, наших благодетелей и жертвователей, расчищен лес, который был на этом месте, выстроен купальня для желающих, облагорожена часовня, источник сам, выложены ступеньки к нему. Уезжать не хотелось. Так хорошо чувствуешь себя в уголках России, дающих немалые духовные силы, столь необходимые каждому. А потом мы продолжили путешествие и прибыли в старинный город Серпухов, в котором обнаружили немало своеобразных достопримечательностей. Серпухов, как вы помните, является последним населенным пунктом нашего маршрута. Прекрасно, вот мы и добрались до Серпухова, и у меня есть к вам несколько вопросов. Первый вопрос, очень простой. Какой отечественный автомобиль делается в этом городе? Завод имени Лихачева, сделай. Завод имени Лихачева в Москве находится. Автомобиль какой здесь сделан? Сделаю вам маленькую подсказку. Это легковой автомобиль. АК? Да. На этой фотографии изображен памятник. Соответственно, вам необходимо его найти в этом городе. Где-то я уже этот памятник проезжал. Пока игроки ищут дорогу к храму, скажу о нем несколько слов. Троицкий собор – памятник архитектуры 18-19 веков. Это древнейший храм города. Он расположен на Красной или Соборной горе, который является историческим центром города. Вот Саша и Марина обращаются за помощью к местным жителям. Дорога наша пролегала мимо Серпуховского историко-художественного музея, который располагается в богатом и едва ли не лучшем купеческом особняке начала 20 века. Наши герои изъявили желание посетить его и собственными глазами увидеть шедевры западноевропейской и русской живописи и скульптуры. Здесь мы увидели портрет Этьена Марисы Савойского 17 века – тюремную прачечную кисти Робера. В музее широко представлена фламандская школа. В залах первого этажа размещен отдел русского искусства, начинающийся с произведений древнерусской живописи. Здесь мы увидели иконы московской школы 16-17 веков. В экспозиции музея находятся редкие коллекции скульптуры, в частности, коллекции ранних произведений Каненкова, выполненных в любимом материале скульптора – дереве. В отделе русской живописи 19 века особенно привлекает внимание великолепная коллекция пейзажей. Но от пейзажей живописных нам нужно было возвращаться к реальным. Поиски пути к Троицкому собору продолжались. Мы проезжали по Серпухову, по старинным и современным улочкам, и были уверены, что по дороге нам встретится еще одно интересное место, где можно будет остановиться. Так и вышло. Еще одна достопримечательность этого прекрасного города привлекла наше внимание. Перед нами распахнулись гостеприимные двери Центра фотографической культуры имени Николая Платоновича Андреева, который родился в 1882 году в Серпухове. В 1901 году он увлекся фотографией и живописью, а уже через 7 лет получил диплом на международной выставке в Москве. Фотоцентр имени Андреева был создан сравнительно недавно, но его организаторы многое сделали для развития фотографии в Серпухове. Создан музей фотографии, проводятся выставки. На выставке «Серпухов в фотографиях» мы увидели снимки архитектурных памятников, исторических и памятных мест, современной жизни, портреты земляков и многое другое. Получив истинное наслаждение от приобщения к произведениям фотоискусства, мы продолжили поиски Троицкого собора. И вот наши герои на Соборной горе. Именно вокруг этого места в течение нескольких веков строился город Серпухов. На высоком холме сохранились остатки оборонительных валов и стен белокаменного Кремля 1556 года. Я рад, что вы нашли, прекрасно нашли практически сами это место, которое мы вам показали на фотографии. Я думаю, что нам пора возвращаться. Уставшие, но довольные Саша и Марина прощались с красивым старинным городом. Последок заработав еще 15 очков. Обратный путь предстоял неблизкий, и мы решили слегка перекусить. А тут по дороге попался прекрасный трактир под названием «Русь». И не задержаться там было просто невозможно. Место это оказалось очень приятным и в числе достопримечательностей города далеко не последним. В том числе и по качеству напитков, закусок и интерьеров. Пожалуй, это лучшее место в Серпухове, где можно вкусно поесть и хорошо отдохнуть. Москва Москва встретила нас яркими вечерними огнями. Приятно было вернуться домой. На этих улицах мы почувствовали, что не случайно именно отсюда берет начало удивительная земля – Московия. Завершилось наше второе большое автомобильное путешествие. Оно было действительно очень большим, очень продолжительным и достаточно трудным. Я поздравляю Сашу и Марину с возвращением в Москву. Ребят, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. За то, что вы вместе с нами попутешествовали по нашему прекрасному, красивому Подмосковью. Благо, погода нам благоволила, благода нам сопутствовала. И я прощаюсь с нашими зрителями. До нового, большого автомобильного путешествия. Друзья мои, вот вы сидите дома и смотрите, как другие играют и выигрывают. И отправляются в путешествие. Это интересно, конечно, но насколько приятнее самим поучаствовать в большом автомобильном путешествии. А это возможно. Это очень просто. Нужно всего лишь набрать наш номер телефона и записаться на участие в розыгрыше. Причем условия розыгрыша изменились. Теперь не только слепая удача будет решать, выиграете вы или нет, но и вы сами. Так что смелей, набирайте номер и вперед в большое автомобильное путешествие. Ну, а мне остается только поблагодарить развлекательный комплекс Golden Palace за помощь в подготовке программы. Мы пользуемся пейджерами MultiPage. КОНЕЦ